Добрый день все зрители нашего канала, нашего видеоканала Планета Джудо И снова с вами субботние встречи нашего маленького общества изучения боевых искусств Где мы говорим о разном О дзю, о до, о айки, о до, о сам, бо И о жизни И вот моя тема С сегодняшнего дня Принудительная такая Надо проверить, мы несколько раз снимали и ничего не записывали Ну это же хорошо Не, записывали Мы снимали или поздрав с Рустемом Рустем, говори, да, вот зуб Такой стук интересного наговорил А я, Рустем, а там, кажется, ничего не записалось Повтори Я не смогу повторить, я полчаса говорил Не, а действительно не повтори Творчество такое Не повторяется Не повторяется Тема Тема дня Из песни группы Воскресенье Отрывок Почему же за столько лет Так уныло меняется свет И бредут мудрецы за дураками След в след Сегодня в нашей беседе участвуют Как обычно Я, Роман Бессменный ведущий Влад Хозяин места Андрей Мастер на все руки И впервые в студии В нашей Просим любить Просим любить и жаловать Слово мы ему не дадим сегодня, да? Александр Александр Мастер дзюдо И вообще любитель Поговорить Не, на самом деле А почему мне Поразмышлять? Ну что? Давайте так Пользуюсь случаем С Александром Конечно Он первый Ставим вопрос на голосование Вот Значит, чтобы опять Возобновить тему Почему же за столько лет Так уныло меняется свет И бредут мудрецы за дураками След в след Это не утверждение Это не вопрос Это вот как бы На твое мнение На самом деле Вот это как бы Гипотезу мы выдвигаем Или может быть Ты не согласен Или может согласен Или что-то вообще С точки зрения Изучения боевых искусств Может быть Как-то ты можешь Это соединить Нет, ну здесь Видение только Ну, я так думаю Ну, конечно Я так думаю, что Затрагиваю Эту цифровизацию И Получается, что сейчас Многие Вот, например У нас дома Нету телевизора Нету там Первого канала Пусть говорят И так далее И тому подобное И сейчас Очень многие люди По большому счету Подвержены информации То есть Извне Новости То есть Что нам преподвали Это как бы нам Хотят преподнести И поэтому Люди Те, которые Ну Все время сидят На каких-то Программах Общественных Образовательных То есть Не то, что Сами хотят Развивать В себе А то, что Им преподносит И Из-за этого Очень умные люди Как бы Не всегда Своё мнение Могут выразить По жизни И Большая группа Людей сейчас Которые Ну Будем так Подвержены Как говорится Информации Ей Идут Вот за теми людьми Которые Как бы Ставят себя Во голове И даже Сами Не знаю Куда идут И поэтому Наверное Так и получается Что Умные люди Идут за глупцами А Голову Поднять не может Ну Смотри Я с тобой Где-то соглашусь Да Хотя Можно еще Там На этот Спорт Подискутировать Но вопрос Вот в чем А так Почему же Вот смотри За столько лет Мы же понимаем Что Это не Допустим Сегодняшние Какие-то ситуации Жизненные Они не сегодня Появились То есть Это много-много лет Это происходит И зачастую Как бы В этих Строках Есть такое Понимаешь Почему же Все-таки За столько лет И Никаких изменений Не происходит То есть Мудрецы Получается Как бы Вот они Идут Или все-таки Они не идут Или вот Как ты говоришь Я уставу Под каким-то влиянием Они идут Или не идут Я вот услышал Тут такую Ну Сказать Гипотезу Высказываю Мне оно очень понравилось Что Сейчас Ген Сопротивляемости Почти уже сломлен То есть Ген Который Ну Мы можем там Встать Сказать Нет Сделать Революцию То есть Вот этот Ген Сопротивляемости Уже Он Искоренялся Все больше 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 И Я так думаю Что по большому счету Вот сейчас Многое ведется Вот к этому Чтобы люди Было как одно Большое стадо То есть Чтобы Движение было Только в одну сторону Ну Вот это Слушай Мне понравилось Ген Сопротивляемости Да Вот смотри Да Есть такое понятие Как сопротивляемость Организма К Каким-то вещам Ну Наш организм Да Мы Наверное Вряд ли Будем Как бы Спорить на эту тему И уже Это такое Творение В нем Все есть Самодостаточное Да Любое Живое Организм Самодостаточное В нем Есть и функции Регенерирования Самовоспроизведения И так далее И тому подобное Продолжение Роза И вот этот вот Ген сопротивляемости Выражение понравилось Выражение Да Где Какими-то вот способами Нам как бы Его пытаются Все время Все С каждым разом Все время Урезать И вот Допустим Сегодняшняя ситуация Вот даже С тем же Ситуацией С пандемией Вроде бы Организм Почему бы Не дать организму Вот этот вот Ген сопротивляемости Максимально В себе развить Да Понятно Что Может быть И такое происходит Что не все Смогут Этот ген сопротивляемости Да И сопротивляться Каким-то проблемам Да Тоже Болезненным Но почему Нам не дают Его самостоятельно Нашему организму А делают так Какие-то Дополнения Вводят Вот Ну я говорю По поводу Допустим Вакцинации Да Я Вакцинировался Да Молодец Остался еще Второй Правильно Но здесь Допустим Я не знаю Сейчас вопрос Твоих Вакцинаций Допустим Я связывался Вот недавно Там Потому что Ты хитромудрый Я такой Есть такое понятие Как называется Обязательность Некоторых Учреждений Быть вакцинированным То есть Опять-таки Не мое Желание Ген сопротивляемости А вот Как ты сказал Его убирают У меня уже Не будет Этого гена Сопротивляемости Организма И сегодня Там скажут Где-то я прочитал Там типа Какой-то еще А если завтра Будет еще другой Вирус Сколько у меня Можно вкалывать Этого всего Почему я не могу Сам Так вопрос Вот мы все время Получается Идем За дураками Но люди Это все Придумывают Как мы говорим На телевидении На радио Тренеры Педагоги Учителя Специалисты В медицине Они же Люди-то Не глупые Все С высшими Образованиями Или это не показатель Мудрости Мне так кажется Это все Так надо Не показать Есть какая-то Программа А Сейчас Саша Извини Ром тоже Извини Мудрый Кто это Ну то есть Мы если не поймем Кто такой Мудрый человек Каждый Может там Себя накручивать Вот если Определение Ну есть Определение Какое Ну давай Ну давай Найем Определение Мудрого На телевидении Нет 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 Давай Это Опять Это не Самостоятельное Мышление А Хорошо Это ты ешь Чужие мысли Да А ты хочешь Мне вот Сейчас Подколоть Ген Ген Как ты еще раз Ген Сопротивление Подавлен Да Подавлен Я Ну айкидор Хорошо Ты хочешь Моем Что такое Мудрость Да В твоем В моем понимании Мудрый человек Это человек Который Я записываю Хорошо Только не передергивай Не перевирай там ничего Видеорегистратор есть Как бы тут можно перемотать Понятие обширное Но скорее всего Скорее всего Это человек Наделенный Определенными Качествами Которые Дают ему Возможность Максимально Объективно И согласуясь Наверное С Опытом Поколений Выработать Или принять Определенное Действие Или решение Или Что-то в этом духе Спасибо Роман Кратко Сестра таланта То есть Человек Высшей меры Знания Понимаешь Вот так Наверное Мудрый То есть Это человек Не тот Кто получил Образование Высшего Допустим Я там Получил Высшее Образование В университете Я могу Сказать Что я Знаю Какие-то Материалы Но это не значит Что я мудрый Совершенно Разные вещи Ты знающий Я как бы Знающий Но не обязательно Мудрый Вот То есть Мудрый Это не знающий Абсолютно Ну а кто еще Я этот самый Завис Нет Я не завис Я вот Я вот Сейчас На этот вопрос Подумал И подумал Это тот человек Который Очень глубоко Наполнен Духовно Тот Который Живет Именно Для Людей Это альтруист Может быть Он может быть Тупым альтруистом Подожди Подожди Ты хочешь Сказать Подожди Послушай Записывай давай Нет Он может быть Этот сам Но этот человек Сам по себе Который Отказавшись От многого Может Помогать Многим То есть Своими знаниями Своим опытом То есть Понятное дело Что это Как Грубо говоря Старцы были Которым Шли За советом Потому что У него Накоплен Багаж Знаний И Он Пройдя Череду Ошибок Поступков И ошибок Совершивших Он уже Знает Что такое Хорошо А что такое Плохо Как-то так Я так Представляю Андрей Есть Ваше Какое-то Ну смотрите Вот Александр Тут говорил Про Неспротивляемость В высшей Технической Школе Есть Такое Понятие Есть Такой Предмет Как Сопромат Называется Сопромат Это Сопротивление Материалов Очень Просто Все Сталь Имеет Медь Мягче Другие Металлы Как правило Они имеют Степень Трубости Твердость Так Вот Возвращаясь К нашим Баранам Ихиенобостам Я считаю Что Ген Сопротивляемости Применимый Человеку Он В людях Занимающиеся Не просто Спортом А Именно Единоборствами Потому что Все мы знаем Что такое Единоборство Это выработка Характера Это выработка Таких Волевых Качеств Которые Которые В командных Видах Спорта Они Развиты Гораздо Меньшим Так Вот Практика Спортивных Единоборств Она способствует К тому Чтобы Этот Ген Сопротивляемости На Каком-то На этапе Молодости На этапе Первоначального Развития Он Развился Развился До Определенной Степени До Нужной Степени Ну А Мудрость Это То Состояние Опять же Возвращаясь К спортивной Терминологии Все мы знаем Что Для того Чтобы Выиграть Крупные Соревнования Надо Хранить Себе Состояние Которое У нас Называется Олимпийским Спокойствием Вот Если Это Брюто Олимпийское Спокойствие И Обираясь На свой Спортивный Опыт Ты Можешь Достичь То же Самое В жизни Мудрец Это Тот Человек Который Во-первых Он должен Обладать Тем самым Жизненным Багажом Жизненным Багажом И Некой Некой Поклажей В виде Знаний И Это Самое И При этом Находясь В состоянии Олимпийского Спокойствия В этом Состоянии Пользоваться Этим Самым Багажом Своей Житейской Мудрости И Практических Наработок Вот Как только Он Из этого Состояния Олимпийского Спокойствия Выходит Так его Мудрецом Уже Не Назвать Он Начинает Действовать Совсем Другом Каче По моему Разумению Это так Хозяин А ты Что Скажешь Я Все Записал Все Чик Все Все СМИ Пойдет Нет Что я Хочу Сказать Вот Александр Сказал Ген Сопротивляемости Зашло Нам Ну То есть Супер Всем Понравился Речевой Модуль Отлично Но Что я Слышал Мне вот Сказали Ты Больше Слушай А слушать И слышать Ну Как бы Мы Понимаем Блин Я себя Ловлю Что Из нас Входит Что Нибудь Ты Узнал А Я Хочу Поделиться Я Сейчас Тренируюсь Чтобы Слышать То Что Люди Говорят И Что Я Услышал Поделиться Саша Вот Многие Вот Эти Вот Те То есть Никакой Конкретики Вот Духовность А что Такое Духовность И можно Вот В этом Бум 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 Там Плаваешь А Конкретно Вот Я Вот Андрей Александр Понимаешь Вот Спуститься Не Что-то Мифическое Какое-то Там Не Таньяку Какую-нибудь Да А именно Здесь Рассматривать Здесь Сейчас И про Мудрость Что я Хотел Сказать Мудрый Это Человек Мне Мне Понравилось Определение Который Вещи Видит Такими Какие Они Есть А не Такими Какими Они Кажутся События Вещи Они Могут Казаться С разных Сторон Разными Для тебя Это Зашквар Полный А для Кого-то Это Духовность И Что-то Мега Но Это Для Него А Это Для Тебя Я Вот Понятия Хотел Разделить Что Еще Записал Прям Хотел Поделиться Тренинги Да Учат Надо Выйти Из Зоны Комфорта Туда Сюда Сибиряку Скажи Выйти Из Зоны Комфорта Нам Скажи Из Зоны Комфорта А Нужно Расширять Зону Комфорта То Как Только Она Расширяется И Дальше Вот Почему Не За Революцию Опять Мы Сужаем Свой Выбор Или Революция Или Нехат А Есть Эволюционный Путь Постепенного Улучшения Есть Но Так же Он Путь Если Лягушку Мне Понравился Эксперимент Сразу В кипяток Кинул Она Выбежит Медленно Подогреваешь Она Сварится То Есть Использовать Можно Как Плюс Так Минус Мы Заострились На Революции А Почему Давайте Расширим Кто Застрился На Революции Александр Нет Он Просто Этот Нет Он Вел Это Слово В Своё Рассуждение Он Не Замкнулся На Революции Мы Обсуждаем Вот Почему Я Столкнулся От него Почему За столько Лет Вот Такая Гипотеза Что Несмотря На Многие Годы Несмотря На Опыт Людей Все равно Мир Как Свет Уныло Меняется Почему А Сейчас Ты скажешь Что И Бредут Продолжают То есть Ты думаешь Что Он Не Уныло Меняется Нет Он Меняется Вот Так Мгновенно И Вы Это Знаете На Сам Деле Ты Готовишься Готовишься К соревнованиям Ты победил У тебя Все Проиграл Тоже Резко Поменялось Вот Изменения Готовятся Долго Состояние А происходит Оно Мгновенно Вот Переключается Ну Это Это Так Говори Немножко Разно Если Взять Что Кто-то Кого-то Ведет Куда-то Но Если Ты Сосредоточен На Ком-то Тебя Могут Повести Но Если Ты Сосредоточен На Себе То Ты Делаешь Выбор На Своих Планах На Своих На Своих Решениях Это Может Быть Твой Выбор Мы Должны Там Уважать Свой Но И Людям Тоже Оля Не Уважай Но Ты Можешь Свой Выбор Отстоять Отстаивай Не Можешь Тогда Нечего Прикрываться СМИ Телевизорами Туда Сюда Откуда Там Детям Брать Информацию Понятно У них Психика Нестабильна Но И Взрослых Нестабильна А мне Объяснили Там Почему Нестабильна Потому Что Раньше Мне понравилось А мне Объяснили Там А там Это Весен ОГБ ОГБД Почему Раньше Было Все Колхозное Все Мое Вот Это Коллективное Сознание Мы Про Это Индивидуальное Есть Коллективное Все Вот Мы Жили В этой Парадигме Долго Долго Она Впиталась Во Все Клетки Тела А потом Что Резко Поменялось Все Вот Это Переходный Период И Стало Все Индивидуальное Скажем Так Осознание Это Вот Своё Может Быстро Ты И то Сколько Там Чтобы Чемпионом Стать Надо Попотеть А тут Коллективное Все Поломалось И Чтобы Где Поломалось Выросло Нужно Время Пройти А вот Я думаю Что Почему Уже За столько Лет Так Уныло Меняется Свет А я Согласен Что Свет Уныло Меняется Потому Что И Бредут Мудрецы За дураками След След Такое Понятие То есть Получается Так Что Вместо Того Чтобы В конце Концов Как Мы Говорим Что Такой Мудрый Да Мы Какое Объяснение Что В принципе Мудрый Или Мне понравилось Андрей Сказал Олимпийское Спокойствие Что Олимп Всем Известно Что Такой Гора Олимп Богу Олимп Это гора Где Там На вершине Где-то Живут Вот эти Боги Или Бог Совершенство То есть Вот это Есть Мудрость Которая Все Видит То есть Вещи Видит Вещами То есть То что Говорил Влад То есть Практически У них Нет Никаких Искажений Реальности Искажения Реальности Не происходит То есть Вот это Иллюзорный Как Еще Такое Слово Есть Иллюзия Ну как Зеркало Если оно Мутное Ты видишь Кривое Зеркало Мутное То есть По идее Вот мы С каждым Годом Человечество Я говорю Про человечество Почему Говорю про Человечество Потому что Мы как бы Человеки Часть Вот этой Живой Природы Род Человек Вид Homo Safiens Такое Понятие Что мы Создавая Вроде бы Технологии Которые Должны Способствовать Изменению Света Ну как бы Мира В результате Эти технологии Приводят к тому Что вот как раз И происходит То Что мы Что как бы Происходит За столько лет Вроде бы Пытаясь С технологиями Улучшить мир Да Изменить его Каким-то Вид Приводит к тому Что мудрецы Идут за дураками А Не надо Никаких технологий Разрабатывать Вот мне так кажется Технология Технология Разработка технологий Только должна быть Одна Это Вот это Приведение Состояния В Олимпийское Спокойствие То есть Спокойствие На уровне Вот То есть Практически Ты должен Вот Ты должен Вот Взойти И оно должно быть Постоянно Вот Причем Ты говоришь Вот спортсмен Олимпийское Спокойствие Мне так кажется Я с олимпийским Спокойствами согласен А вот со спортсменом Который входит В это понятие Он В это состояние Он опять входит С какой точки зрения Только для одной цели Одержать победу Над кем-то Над собой Здесь победа Над собой Она и так Одержана Потому что Ты Себя Постоянно Практикуя Джудо Айкидо Самбо И так далее Это вот Некие технологии Которые Вот нам Дают возможность Войти В это Олимпийское Спокойствие Олимпийское Спокойствие Это значит Уже Видеть Вещь своими Вещами Без Каких-то Искажений Где мы Уже Даже Само Участие Оно Уже Для кого-то Не имеет Значения Даже Участвовать То есть У меня Настолько Спокойное Состояние Что я Даже Не собираюсь Участвовать В этом Процессе Понимаешь Я уже Вот этот Алимпийское Но ты можешь Играть Ну На публику Про лицемеров Мы говорим А я могу Играть на публику А как будто Тебя волнует А в душе Ты сохраняешь Спокойствие А можно И наоборот Ты на публике Такой И вот Вроде гармоничный У тебя и внутри И снаружи Одинаково Так вот Зачастую Опять-таки Мы видишь Как нам Опять ввели Что Идею Допустим Спортивной Соревновательной Деятельности Кстати Об этом Немножечко Сказал Недавно Я смотрел У тебя Говорил Александру Юрий Власов В своих Выступлениях Он сказал Об этом То есть Зачастую Опять-таки Вместо того Что привести Человека К Понятию Вот этого Олимпийского Спокойствия Понятия Такого